Чё такое? Полиция, плач, ваксы. Какие-то бумажки раскинули. Ну, слушай, вот это какие-то. А чё, воришек, что ли? Без понятия. Наверное, воришек, да, смотрите. Какие-то пакеты с сумкой. Он утрал какие-то вещи, да? Да. Который утрал? Да, 16 тысяч примерно. Это где он набрал? В полнбире. Нет? А вот в полнбире. Ничего себе. А это дорогие вещи там? Просто вот так вот? Да нет, вон это на 16 тысяч. 16 тысяч. Ничего себе. Мы журналисты, мы ходим, смотрим, что-то здесь не то происходит. Нет, зачем? Ну как, зачем? На разрешение, на ажедневидию. А для этого нужно какие-то документы? По полной веду, почему не знаю. Сейчас. Конституция пойдет? 29 часть 4. Ну это вы должны знать. Может, не полицейские? Да. Мы просто пока полицейских вам вопросов не имеем. Мы хотим дяденьки спросить. Все нормально? Нужно? Может, скорую вызвать? Все нормально? Ну что, не надо. Помочь? Может, совет какой-нибудь дать? А почему вы в наручниках? Вас задержали за преступление? А? А полицейские, почему наручники на него надели? Он что, дрался или что-то? А вы умерли. Полицейский? Он подозревается. И что, всем подозреваем, наручники одевают? Да. Кражи? Да. Что, обязательно наручники одевают? Конечно. А он скрыться пытался? Пытался ли мне? Ничего. Вопросы я отведу. Ну тогда ладно. Все доказательства. Со слов охраны. А вас как зовут? Михаил. Представьтесь, пожалуйста. Ну, полностью, чтобы понимать. Сержант, а линис-одельный. Потом я представлю с ним. Идет Михаил Юрьевич. Спасибо. А что вы сейчас ждете? Контент. Давайте, давайте. А что, мы все равно гуляем по ВЦЕ? Зафиксировали. Потом на суд еще пойдем. Да. Суд? Можно. Выключите свет, пожалуйста. Слегкин в воздух. Вы же отвернулись к расставите. Тут нормально видно. Да? Да? Тут у меня тоже это огласить. Ну, просто имя хотя бы. У меня есть. Зачем я? У меня не надо фамилию, отчество. Ничего подобного. Мужчина, как вы хотите? как можно просто как-то так много вещей он решил воровать как-то невеально неестественно мы задержал сотрудники охраны а чем делать вот эти пищалки да ладно я сам не знал офигеть мы видим как вас зовут что вас похвалить не портите я результат негатив вы не можете не хотеть я могу показать не хочу покажет вам позов как вы только можете обязаны союзная я знаю я знаю что ну вот видите как ребят вас не делал в том что тут смотря как а вы его били я же нет вот так тогда вот если били тогда точно показал я это кстати но он тут где он наш коллега да почему кто бага не манам а наш коллега магит наш коллегка точнее не нашли сегодня выходной если честно по моему не работает уже нет долго долго думал чтобы сказать сатрика выбирал сразу он стоит снежный королевский или в этом насколько я знаю в колумбсе а его назад перевели что-то ну его потом сюда перевели хулиганов ловите но так и не показали нам это время покажу покажу покажите у вас не было соблюдать времени а вы применяли физические задержания а он сам что-то убежал да и убегал мягко внушение стоит он парень-то крупный наверное принимал по пакетке бежать ну будешь психологичные как эти как многих провокаторы да а кто фузы воришки или блогу воришки логерами забитный их бить можно не на самом я понял что их можно бить и бил да не на самом деле то что вы ходите до снимаете это нормально нормально сильное явление народ просвещать что он совсем немногие ну я давно я видел давно здесь парил если теперь разрешено снимать конституции золотые слова люди это не понимают нужно объяснять начальство иногда говорит нам нужно до чтобы нужно надо пробовать замотивировать и нужно объяснить сотрудникам на основании чего я могу это делать или не могу если я могу например там применять физическую силу то нужно соответственно если если вам разрешено снимать пусть тогда мне скажут на основании чего я должен запрещать не скажет потому что их не уволит как нет а вот вы как вы знаете с напитками запрещено да пишет на магазин носит рекомендательный характер это это рекомендательный и те такую документацию которую не предоставляет там по первым требованиям она распространяется на сотрудник кажется но никак не на других лиц прямо подписчик это наверное все мне кажется от начальника охраны зависит в гагарин когда они все как и не знаю бабушку телевизор смотрят и начальники работники начальник тупой ну чё будем всегда что как одобряете поступок то вот маги маги можно кидать людей то через бедро и кидать конечно лишь не узнаете кровь горячий как говорится что серёгий раз только что украли а что-то будет снимать а то что вы не сможете как вы определили что скинул а может это скину ну-ка как там скину по мизе так следствие виду ведут паблики паблик следует за пабликом поисках варишек из следов их паблик что мы ищем смотрим кто что-то хулиганил где магниты скинули только долю а вот судя по всему кстати возможно варишки то скидывать магнит как раз пример они здесь скидывают магнит да и выходят там человек одежды здрасте а где у вас варишки магниты скидывают варишку поймали только что говорят еще там что-то украли где магниты скину посмотреть не снимайте пожалуйста если не служба охраны это не наши сотрудники они же они же не можем не снимать тогда не снимайте мое лицо у вас такое красивое лицо все съемки должны быть согласованы вы охраны потом спросите они в этом разбираются вот у вас кстати есть че тут а нет конституции нет думал конституции ну ладно ничего страшного знаю а тут вообще дорогая одежда и не особо но тут вообще вором тавик какой-то на чем надеялся не будем ждать оперативника конечно такой контент чё более вот красавчик а вот еще мне вчера говорили что я защищаю воришек вот нельзя защищать ну защищать то можно но я не одобряю воришек в любом случае нельзя одобрять воровство в любом случае чтобы все было по закону да можно защищать человек а вот одобрять никак нельзя приезжает от снова смотрим по сумме вверх объяснение там вроде чем больше больше тысяч больше двух с половиной от 1000 до двух с половиной это 20 это какая там 727 часть 2 там можно один раз в год выносить до административ и том там до 15 суток а второй раз за год если привлекался к административной ответственности то уже 158 прим 1 а если больше двух с половиной то сразу 158 1 скорее всего хотя тут если он там прям открыто что-то делал стихи ходил учил я сам удивляюсь как он эти статьи знаете здесь у меня здесь залетела и все я конечно сразу я же юрист сам провозглашён я тоже такой сам провозгласил себе действительно подозрение в том что вы украли если вы действительно украли то я вообще крайне не одобряю такие вещи поэтому мне интересно действительно вы украли или нет а подарили этот как его сговорится с продавцами бордоведки подарил какой то что матали подарили по лесу варьево будет там стоять сейчас приеду будем разбираться с удовольствием хотите будет выдавать средства масло снято нас обстрелить страны нам-то не нужно ли интервью нам вон у человека нужно было А что ему светит? Ну, в рамках этой 158, часть 2. Часть 1. Часть 1? 100 светит. Скольки до скольки? До двух лет. Да, ерунда. Ранее не судимый? Мужчина. Дядя? Может, адвоката вам советуют? Мы без шуток. Если что, и советуем поддерживаем адвокат. Если ранее не судимый, то можете примириться с магазином. Ну, если не судимый, то по 25-й УПК уголовное дело может быть прекращено. Так что вы не упускайте возможности. Если есть такая возможность, по горячим следам договоритесь. А заявление не писали еще, да? Мы попробуем даже медиаторами выступить. Ну, договориться. Поможем вам. Надо нам ваш интервью. Нам же нужно понимать, кому мы помогаем. Если вы осознаете, раскаиваетесь. Потому что мы вам поможем, а вы завтра опять то же самое сделаете. Да. Нам главное не допускать вновь. Чтобы вы пошли на дело, так сказать, нехорошее. Полицейским хорошо, можно каждый день на дело идти. Интересно, а как он это все разбрасывал? Скинул. Нет, ну записьки скинул туда, вот именно, я хочу попросить записьки. Нет камер? О, чувство развалит это дело. Слушай, а как он это все кидал-то? Он прямо, фух. Да, он достался из сумки, чтобы... Резко? Рецидив есть у вас не отпущено? Ну, вот я сейчас сюда хотел уйти, когда изначально запещал, выше. Хотел сюда заметно место уйти, потому что здесь камер нет, и скинуть в том месте, где нет камеры. А, типа спалился, услышал? Ну да, чтобы не под камерами, а это все делается. А так у вас зафиксировано, как он берет все это, да? Примерку. Ну да, доскнул все это примерку. Да, вот так вот человек хотел скинуть вещи, а тут без камер. На 15 тысяч рублей. Тут Павлик сыщик. Павлик, ты сыщик? Не, да. Не, вообще Барян сыщик, он понюху определяет. Да, он, кстати, как учу, я вообще не видел ничего тут. Вообще, я смотрю, вещи тут валяются, все. И тут... Что это такое? Типа бумажки, да, непонятно. Фольга. А, я понял, это, судя по всему, от скотча, от вот этой клейкой ленты. Это обрывки. Ну, с одной стороны, фольга, отклеиваешь там клейкой ленту. И, судя по всему, он заранее нарезан был. Слезный композив. Да. Но не получилось, не протонуло. Ты только не трогал, конечно. Огромная эта, нога огромная. Да. На великана. Пацан к успеху шел. Ну да. Пацан к успеху шел. В этих шоп-лифтинге, да, заползены? Ну, не знаю, не знаю. А для себя или на продажу тут? Или нужда заставлена? А что вот? А вы всегда вот на таких заявления пишите? Сколько у вас звезд, признавайтесь. За каждого хулигана? Нет, у вас не ставят, у вас не ставят, и премию не дают. Да. А, ну иначе вы палки делали. На тройке помнишь снимали? Я серьезно. Мы также брали интервью у охранников, они сказали, премию дают. Нет, если ты делаешь норму в день, сколько жуликов, то тебе премию. Если не делаешь норму, то прижди по разному. В каждой организации по-разному. Начальник там мотивирует. Так. Где-то в каких-то организациях даже за вещь, за одинаковую защиту дают премию. У вас начальник говорит, я вас замотивировал по знаниям и законодательствам, поэтому никаких денег вам не дам, да? Ну, так что, то есть, если он сейчас возместит ущерб, грубо говоря, вы не будете писать за ним, правильно? Нет, мы не сможем писать за ним, правильно? А почему? А кто решает? Ну, у нас есть полномочный человек, который... А магазин сам? Да, который представляет. Ну, как потерпевший с доверенностью. Здравствуйте, у нас здесь задержали, конечно. Здравствуйте. Видишь, как быстро, да? Когда тебя напинали, сколько они видео доставали? Много. До сих пор не достали? С Коламбуса? Да. А я не знаю, что ли они достали, что нет. Они меня... Кстати, нам было сегодня позвонить, но я... Вот так вот, а я, допустим, уже с Гагаринского тоже год жду и никак не могу дождаться. Сограничная ситуация. Сошана, 53 или как там, на Марина. Тоже уже полтора года нет. Парни, это дуэль какая-то. Сим, вы расходитесь, вы в камеру. Я думаю, что он отходит? Я думал, как фигурку... Сохраняют фигурку. Вообще, тот самый редкий случай, когда к охране вопросов... Ну, не возникает. По факту... Видели, да, он не отрицает. Человек не отрицает, по крайней мере, тот же... Он попытался, да... Обранил, кстати, респект на первый раз. И поймал воришку. Не то, что там... Э, что снимаешь, иди сюда, там... Э, что пищишь? А он четко факт на лицо, да? И уговорил, и все нормально. Ну, как он нам сказал, уговорил на самом деле. Как был на самом деле, я даже не знаю. Но он уже вот, приходи. Да, вот. Как-то так. Это у нас торговый центр что? Облака. Облака. А зачем еще пришли? Мы, Глент, хотели зайти. Что ты? Если мы... Мы, Глент, хотели зайти еще. Затом, что здесь есть снежная королева, и поэтому решили... Ну, проверить этот магазин, это вследствие прошлых событий, так сказать, один из... Мы решили проверить этот... Мага-дин. Мага-дин. Советую. Потому что по оперативной информации тут скрывается... Тот самый... Нет, было бы... Было бы Мага, он бы этого преступник вот так бы. Да, я боюсь... Потом поднял бы, отошел бы, побежал бы. Вот так сделал бы. Вот если он с инвалидом такой за видеосъемку сделал, чтобы было... У него на 15 тысяч, да? Вообще, он убил, бюро. Да. Убил и съел. Убил и съел, блядь. Как всегда. У машины убили. У машины убили. Вот, но... Маги здесь не обнаружены. Да. Я поэтому так и раскрепощен. Был бы Мага здесь, я бы... Ты бы боялся его? Я уже боюсь. Говорю про Магу, мне страшно. Мага, я бы так... Да и он тебя воткнул по-любому. Он, конечно, что. Он этого бы воткнул. Если Витька воткнул. Витю воткнул. Вообще не парясь. Да. Этого бы и меня бы вообще размотал. Все, какой-то полицейский. Просто, чтобы больше не повадно было никому. Правильно? Надо показывать, что бывает. Вещи? Вещи, сиди. Давай, смотреть на сцену. У меня позвонок звонит, но я могу позвонить. Магнитики. 1799. Ну, конечно. В 20 человек, востояние, нужно, дай, 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 дай. В дальнейшем. 1529. 1529. Магнитики какие? Обратите внимание. Магнитики. Да, видите, в фольге. 12.523 в общей сумме. Замотал фольгу. Ну, это не фольга, это, скорее всего, скотч, от которого бумажки. 12.523. Ну, конечно же нет, это вопросов-то нет. Пойдемте. Готов сплачет, скажем. Да. Не, не очень понимая, зачем оплачивать вещь. Ну, как мы видим, да, не сработал фокус с фольгой. То есть, вот и мы зачем-то предлагали оплатить. Борис, а ты разрешал воровать ему? Вот и я про это и говорил. Нет, не разрешал. Мы не разрешали воровать. Да. Павлик, а ты разрешал воровать ему? Нет, нет. Нет, а вот он не разрешал нам снимать его. Вот это внешний подкатор. Подозреваемый? Да. Ему зачем-то предлагали его оплатить, это я пока не понял фишку, но посмотрим. Да. Он типа согласен. Да. То есть... О, сейчас это будет момент, сейчас люди приедут, деньги давать надо, да? Да. Перевод дела. Нет, переводят, он договаривается, видимо, сейчас. Все, все, все. А как он звонит по телефону? Он разговаривал по телефону. Говорят с... Ну, честно сказать, процессуально вообще неверно. Не надо было трогать вещи, надо было осмотр сделать. В рамках осмотра их изъять, приобщить к материалам, либо под ответственное хранение выдать, собственно, потерпевшим. Да, кстати, это интересный бизнес, да? Давать жуликам, набирать вещи, а потом их растопать там, да, и говорить, оплачивай все, или хана тебе. Клоп. А тут, как бы, создали такой сладкий кусочек и все. Вот, по поводу, по поводу. Сейчас, ребят, будем ждать, смотреть. Да? В ОВД отправим? Что, не по поводу? Нет, в ОВД отправим. Жалобы на полицию. По поводу? По поводу неправильные, следственные разыскные мероприятия проводят. В смысле? Ну, вообще, все в общем. В общем? Понятно. Ну, и воровай, конечно, тоже нельзя. Не, а что сейчас происходит? Зачем он оплачивает-то? Я просто не понял. Оплачивает-то вот. Не, ну, а как? Это такие договоренности с магазином? Человек сейчас оплатит, а вот человек доставил голод для него. Люди напишут заявление, заявление сейчас стримует, переверем в ОВД, зырки стримуют. Не, понятно, что не... А мы это возьмем объяснение. Вообще, отработаем его, по поводу. Вообще, нас все равно привлекать будут? Вам лучше не платить за пралатку. Все равно будут привлекать. Тут просто магазин свои ущербы покрывает. Не, ну, они могут примириться. Не, может, китайцы потом скажут, да, типа, у нас нет больше претензий, он может... Нет, а общественная опасность его деяния не зависит от претензий. То есть дело все равно должно быть возбуждено, и потом может просто подлегать прекращению. Мы собираем материалы, направляем в органы дознания, дознание уже принимает решение. А вот где сейчас обитаете опорный пункт? Я дежурный, я нашел в Илска 64. То есть я к этому торговому центру вообще отношения не имею. А вы дознаватели, честковые? Так вот, это первый раз, когда и при этом будет привлекать, и при этом оплачивать товар. Удачно, мы зашли, да? Принудительная оплата тут. Ничего себе. Навязанная услуга, слышь. Даня, вам надо навязанную услугу, просто потрепь на желт. А вы в наручниках там оплачивали что-то? Реально в наручниках оплачивали, офигеть. Вещи, возвраты, обмены не подлежат. Вещи, возвраты, обмены не подлежат. Больше не возвращайтесь в этот магазин. А это, наверное, для VIP-клиентов такие условия. Кто это? С фольгой ошибся. Разные размеры? С целью сбыта. Шоплифтинг. Как это называется? А вы его искали? А когда вы его последний раз увидели? Когда вы его последний раз увидели? Наверное, блин, не помню, честно. При каких обстоятельствах это было? Какая погода была на улице? Было теплое. Надеюсь, он работал. Ну, давно? Да я не помню, примерно. Ну, месяц, может быть, неделю. На маке коротко есть? Или он... Нет, он никто. Ну, стоит. Оскорбись не звучит. Для него это вообще комплимент. Для него как повезло ему. Да. Нет, да, там была бы вообще тяжко. А так 330-я вторая. Вот надо опубликовать. А что там в итоге? Там у него заявление же тут подавали? Сейчас обещают, вот на неделе возбудить дело. 330-я вторая. Самопросту с временем насилия. А мага вернется сюда еще? Не знаю. Он веселый парень. Мага будет работать. Да, веселый, но заметили. Мага будет работать при сносе этого. Строительный. А, ну и мы справительные работы, если дадут. А мы будем его снимать. Как труд сделать из безьяна человека, да? Нет, ну тут больников, я все равно, наверное, пришлют для зель. Сноситесь в здание. Нет, почему? Ломать он умеет. Да. Ломай меня полностью. Да. Я говорю, как-то здесь работал, потом убрали. Так, мимо его выводили. Недели-две назад, да? Недели-три, может, месяц. Конечно, опоздали мы. Но он недолго, он походу месяц проработал. Не месяц, а неделю-две. Да нет, здесь он выходил несколько дней буквально. А, ну его сюда засунули просто от глаз. Ну, возможно, да, он там бурю переждать засунули, а потом убрали совсем. Да, такая счастливая девушка вообще. Да. Не хватало, да, кацца? А вот видите, план выполнил. Хоть что-то хорошее сделал человек. Мужчина, хорош прятаться уже, скажите, больше так не буду и все. Будьте мужчиной. Скажите, больше так не буду, никому не советую. Чтоб пример ваш был. Чтоб другие не попадались и не воровали. Спасибо за покупку. Заходите еще. А приходите еще. Заходите еще. Все. По тундре, по железной дороге. Работаем, работаем. Вот не воруйте, чтобы не быть вот как он. Стыдно. 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 Прощальное слово-то, скажите, какой он был. Свободу покупают. Ну а у нас? Да. Вот так вот, ребят. Вы, как? Не падайте. Знаете, вы будете выглянете, как мне это ожидали. Ну что ж, ребят, пошли. Там все, да, взошли, все равно экшен нашли, да? Вот это я выложу прямо. Как ты его порвал рассказывать? Вот Борис у нас, Борис у нас, да. Поймал. Шапкой, шапкой прикрывайся. Поймал воришку, поймал его взглядом, взглядом поймал. Нет, причем я спрашивал Бориса, как он говорит, я его уговорил сдаться. Он психологическая атака у него. Борис, как вы считаете, без вас бы могло случиться такое поимка воришки? Нет, без меня никак не. Мы все сделали, мы всем помогли. Вы все-таки я снимаю сейчас. Вот, друзья мои, мы сейчас наблюдали картину, что будет, если вы будете воровать из магазинов. Ни в коем случае мы не поддерживаем никогда воров, никогда не воруйте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажмите колокольчик, подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал. Там мы это уже запустили. Так что будьте в курсе всех передовых новостей, активистского, так сказать, движения активных граждан в борьбе за светлое будущее. Ну все, всем удачи, всем пока. Ссылки на инстаграм, телеграм в описании. Субтитры сделал DimaTorzok